Ограничительные меры требуют новых форматов работы. Скорректировать все планы, а также выработать подходы, которые будут соответствовать сложившейся эпидемиологической ситуации по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков – такая задача, по словам заместителя главы администрации города Валентина Кобзарь, стоит на данный момент перед всеми членами антинаркотической комиссии. При этом особое внимание следует уделить ребятам так называемой группы РИСКО, состоящих на учете в Едином городском банке данных. Всех наших детей, первые дети группы РИСКО, очередь дети группы РИСКО, и во вторых, вообще все дети в этих условиях, необычных для каждого из нас, должны быть охвачены нашим вниманием. Каждый ребенок и, в принципе, каждый родитель должен чувствовать это наше внимание, в какой-то мере поддержку при необходимости за год. На заседании было отмечено, что совместно с учреждениями образования, культуры и спорта выработан план мероприятий, которые пока будут проводиться в дистанционном формате. Здоровый образ жизни. Уже два видеоматериала от нас подготовлены. Викторины, кроссворды на тему счастливой здоровой жизни. Будет запущен проект с рисунков 31 мая, отказа от табакокурения. Будет запущен творческий конкурс среди детей. Призы, конечно, будут или впоследствии поход в кино бесплатно, или же какой-то сладкий сувенир. Но обязательно призовой фонд будет. Библиотечная система города Уварова тоже организовывает обзорные выставки и по профилактике наркомании, и за здоровый образ жизни. Это вот что касается как раз работы дистанционно. 1 июня мы уже снимаем дистанционно игровую программу. Будем тоже выкладывать на площадки. Там и танцевальные флешмобы, и учимся танцевать, учимся петь. В онлайн-режиме будут проводиться и спортивные тренировки, и соревнования по различным видам спорта. Все материалы, разработанные с учетом плана мероприятий, будут выкладываться в социальных сетях и предполагают широкое вовлечение ребят. Кроме того, с 1 июня на базе учреждений образования начнут работать онлайн-лагеря. Наряду с дистанционными форматами разработаны и мероприятия для работы с детьми в традиционных условиях. Реализовать их учреждения будут готовы, как только ситуация нормализуется. И смотрим, если будет сниматься режим изоляции и будут потом с какого-то периода разрешены массовые мероприятия, мы будем в соответствии с теми планами, которые в начале года были согласованно утверждены. Если же нет, то переходим на новые формы работы, и тогда продумаем, что это с учетом онлайн-площадок, какого-то телефонного общения, и держим ребят, в том числе группы, резко состоящих на учете. Держим их всех обязательно на контроле. Также на заседании были рассмотрены результаты психологического тестирования школьников в 2018-2019 годах и вопросы работы УФСИН с лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества и состоящим на профилактическом учете. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».